Они стараются играть по-взрослому, но ребячества в их действиях пока хватает. Товарищеские матчи между воспитанниками футбольных школ Приморского клуба «Луч Энергия» и японского «Нигата Альберекс» за пять лет стали традицией. Юные футболисты по очереди гостят друг у друга, проводят тренировки и спарринги между разными возрастами. Обмен жизненно необходим. Если мы хотим развивать здесь спорт и футбол в частности, такой обмен необходим. И чем больше будет этих игр, тем на пользу всем абсолютно. И им, и нам. Воспитанники «Нигата Альберекс» 2002 года рождения прибыли во Владивосток в середине августа. Уже успели посетить матчи футбольной национальной лиги между «Лучом» и «Спартаком-2», также провести совместные тренировки и спарринг со сверстниками. «Лучу Энергии» 2002 накануне преподали урок. Встреча закончилась со счетом 6-1 в пользу японских гостей. На Дальнем Востоке нет такого уровня, как в Азиатах, в Японии. Они больше тактически играют, через пас проходят. Оппоненты из школы «Желто-синих» на год старше были не так уступчивы. Во втором товарищеском матче гости из «Страны Восходящего Солнца» счет открыли. 13-й номер Тайо Кабаяси смещался с правого фланга в центр и дважды отправлял мяч в сетку. 14-летние лучевцы собрались и отыгрались во втором тайме силами Данилы Беркута и Ильи Маслова. Два мяча забил полузащитник Даниил Гусевский. 4-2 победа лучей энергии. Впереди у гостей из «Ниегата Альберекс», «Пикник», игра в боулинг со сверстниками и игра в детском центре «Океан». Павел Зайцев, Александр Каноненко, «Панорама». Сиди, а сколько? 10 или 15?